Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев. Нефтесервисные предприятия Югры переводят производство на отечественные технологии. Накануне губернатор Наталья Комарова в ходе рабочего визита встретилась с коллективом «Славнефть» Мегионнефтегаз. Это одно из первых производственных объединений в Югре. Предприятие ведет разработку нефтегазовых месторождений, расположенных на территории Нижневартовского, Сургутского и Нефтьюганского районов. Глава региона обсудила со специалистами работу цеха, центра сервиса и ремонта. Подразделение решает задачу по обеспечению эффективного и безопасного процесса нефтедобычи. Причем предприятие старается закупать и использовать отечественное оборудование, а также комплектующий у партнеров из дружественных стран. Это примерно аналог «Шерпа», только он несколько больше. Это тоже отечественная разработка. Переходим на аналоги. Ну и импортозамещение с китайскими комплектующими. Но, тем не менее, у нас и российские производители начали в этой теме участвовать. Сейчас в данный момент мы закупаем две уникальные техники. Это будет чуть попозже. Но в данный момент представлено все отечественное с китайскими комплектующими. Китай поможет развить югорский бизнес. Делегация Югры приняла участие в китайско-российской торгово-экономической ярмарке в Чуньцине. Свою продукцию представили около 200 компаний. Товаром из нашего округа был посвящен отдельный стенд, организованный при поддержке правительства Югры и фонда «Мой бизнес». По итогам мероприятия удалось заключить много значимых для округа соглашений. Китайские компании по производству беспилотных летательных аппаратов заинтересовались системами безопасности ООО «Сирин» из Югорска. Чтобы их внедрить на китайские производства, югорчане посетят заводы в Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Гонконге. Что касается агропромышленного комплекса, потенциальные китайские партнеры получили образцы полярной крошки АО «Полярный кварц» и готовы покупать до 200 тысяч тонн кварцевой крупки в год. На переговорах с другой компанией из КНР «Полярный кварц» заговорился создать на территории Югры совместное предприятие. Также прошли не менее продуктивные переговоры с представителями китайских органов власти. С мэром Чунцин Ху Хэнхуа договорились составить дорожную карту по струнничеству китайского города и Югры. Более того, китайские коллеги посетят международный IT-форум в Хантамансийске уже в июне этого года. От спецодежды и шуб из эко-меха к носилкам, спальникам и рюкзакам. Именно такой путь проделал швейный цех «Гильдия», который перформатировал основные мощности производства на изготовление того, в чем нуждаются бойцы на СВО. «Гильдия» работает в Нижнебартовске с 2016 года и начиналась с одной швейной машинки. Сейчас это целое производство. Тактические рюкзаки с разгрузкой, утепленные спальные мешки, просторные, чтобы в них было удобно даже в полной экипировке. А еще стропы и бескаркасные тактические носилки. Всю свою продукцию мастера цеха стараются продумать до мелочей. Спальник легко трансформируется в одеяло, а в специальном чехле, который есть и для носилок, его удобно закрепить на разгрузку или рюкзак. Шьют здесь и нательное белье. В прошлом году было изготовлено 3000 комплектов. Работают по запросам военных госпиталей. Губернатор Югры во время рабочей поездки в Нижнебартовск вместе с главой города также посетила швейный цех, где отметила важность этого направления работы. Мы запустили шубки из эко-меха, вот такие пушистые. Но когда начался СВО, мы это дело остановили. Потому что пошли заказы. И вообще, я считаю, что это подождет. Прежде всего носилки, спальные мешки для ребят. Наши товары востребованы. Ребята спрашивают, звонят, приезжают. И мы усовершенствуем. Постоянно спрашиваем о замечаниях. Какие у них там, потому что доработки. Это очень важно, потому что кому-то удобно реагировать. В эти дни жители страны на международной выставке в форуме «Россия» в Москве знакомятся с муниципалитетами нашего округа. Югорчане показывают свои достижения, удивляют мастер-классами и культурными традициями. Удалось ли жителям Нягони, Октябрьского и Советского районов заинтересовать посетителей стенда, выяснял наш корреспондент. В России 89 регионов. Осмотреть все за один день очень сложно. Порой посетители знакомились со стендами буквально на бегу. Но мимо Югры пробежать не получилось. Представители Октябрьского и Советского районов заставляли россиян напрячь извилины. Виной тому национальные головоломки хантов и манси. На их разгадывание у гостей уходит не менее 10 минут. Нужно приложить вот эти два диска, чтобы они были на одной стороне. И как-то продеть через метод. И сколько минут у вас нужно? Не знаю, я только начал. Вторая минута идет. Но посетители стенда не только разгадывали головоломки, но и играли в игры. Участвовали в творческих мастер-классах. Например, по изготовлению национальной куклы Акань. Создавали атмосферу представителей коренных малочистных народов. Они играли на национальных музыкальных инструментах и проводили танцевальные тренинги. Вспомните, свои малые родины на форум пришли москвичи, которые когда-то жили в нашем округе. Мне очень было приятно в ноябре месяце здесь встречать своих земляков, губернаторов Антамансийского округа. Видеть все это сначала с экрана телевизора. Так душевненько, тепло. И, конечно, хотелось самой здесь побывать. Делегация Нягани не только завлекала посетителей форума приехать в наш регион и окунуться в его самобытный мир, но и активно разыгрывала туры выходного дня. Чем подчеркнула, что в Югре в последнее время активно развивается туризм. Выиграть поездку гости могли в тематической викторине или квизе. А кому не достался тур, раздали почтовые открытки с фотографиями Нягани и сувениры, сделанные собственными руками. В Нягань приехала огромная, невероятно заряженная команда. У нас были различные мастер-классы. А также был целый квиз про город Нягань, в течение которого ребята узнали много нового про город, ответили на пять вопросов. На самом деле довольно легкий, который можно было узнать в течение всего дня. Также один из участников выиграл целую монополию, которую сделали специально под город Нягань. Также стенд Югры посетили участники движения первых. В эти дни на ВДНХ у них проходит второй всероссийский слет. А всех, кто еще не успел посетить выставку, организаторы призывают посмотреть на Югру и влюбиться в Россию. Василий Сосуев, Денис Ханчин, Игорь Батищев, телерадиокомпания Югра из Москвы. О других новостях, которые сегодня обсуждают в информационных лентах в нашей рубрике Югра онлайн. Гора Неройка в Югре названа одним из мест силы в России. Об этом сообщает севериспутешествий tutu.ru. Место силы – это локации, где можно загадать желание и побыть наедине с природой. Всего выделили семь таких мест. Среди них гора Неройка в Березовском районе – одна из самых высоких на приполярном Урале. Вокруг нее находятся водопады и озера. У народов Манси гора считается священной. Согласно поверью, путешественник должен оставить духу горы подарок белого цвета, чтобы просьба исполнилась. Отмечу, что туризм в Березовском районе активно развивается. Местность привлекает своей самобытностью. Для югорских госслужащих стартовало обучение по цифровой трансформации. 75 специалистов приступили к онлайн-курсу «Цифровая трансформация в государственном и муниципальном управлении». Участники будут совершенствовать навыки по внедрению современных технологических сервисов, изучат технологии искусственного интеллекта и системы по обеспечению информационной безопасности. Практический опыт будет закреплен при решении методических кейсов. Каждый из участников получит удостоверение о повышении квалификации. Обучение проходит потоками. И уже сейчас можно подать заявку на следующий курс, который состоится осенью 2024 года. В Югру прибыл кослающий музей из Ямала. Выставки разместились в залах этнографического музея Торума. В Шурышкарском районе Ямала действуют четыре музея, объединенных в единый комплекс. Они расположены в селах, поэтому доступны только жителям и гостям. Чтобы привлечь больше посетителей, решили организовать передвижные выставки. Кроме экскурсии, проводят мастер-класс по плетению пояса и предлагают примерить боярскую шубу. А также знакомят с археологическими находками. Среди них серебряная и позолотистая круглая чаша 1208 года. Отмечу, что музейный комплексы Торума подписали соглашение о сотрудничестве и скоро жители полуострова познакомятся с нашими музейными проектами. В Сургуте снова сменился руководитель транспортного предприятия СПОПАД. Кирилла Киселева на должности сменил управленец из Южно-Сахалинска Александр Попов. Экс-директор, впрочем, продолжит курировать транспортную систему и форму Сургута только уже как советник главы. В СПОПАДе Кирилл Киселев отработал чуть более трех месяцев. Новый управленец уже имеет опыт трансформации сферы общественных перевозок в Южно-Сахалинске. По данным правительства Сахалинской области, в городе с населением 180 тысяч человек в прошлом году закупили, например, свыше 60 новых автобусов. Все они оснащены системой бесконтактной оплаты и доступными входами для людей с ограниченными возможностями. В Сургуте молодой руководитель планирует продолжить развивать систему пассажирских перевозок, увеличивать автопарк, отслеживать новую схему движения и разобраться с трафиком, чтобы снизить время ожидания маршрута на остановке. С 31 января приступил к обязанностям генерального директора АОС ПАПАД. В первую очередь сосредоточен на работе продолжения транспортной реформы города Сургута. В свою очередь оперативные перед собой ставлю цели это нормализовать выпуск транспортных средств на линию и корректировку расписаний для обеспечения ритмичной работы общественного транспорта в интересах жителей Сургута. Егорские биатлонисты готовятся к спартакиаде сильнейших. Она пройдет Златоусте с 10 по 18 февраля. Это главный старт этого сезона. Биатлонистам предстоит выявить сильнейших в шести дисциплинах. Егорская биатлонистка Кристина Реццова пропустила последний этап Кубка страны, который проходил в Ужевске, так как готовилась к спартакиаде в Санкт-Петербурге. В составе группы Артема и Стомина на эти старты приедут Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова и Екатерина Носкова. А вот Никита Поршнев, Михаил Бурундуков, Дмитрий Иванов, Петр Паченко приедут в Златоуст в составе окружной команды. После спартакиады биатлонистов ждет пятый этап Кубка страны в Уфе, а затем чемпионат России в Тюмени. Начинающих кинематографистов приглашают принять участие в конкурсе микрофильмов. Он проходит в рамках международного фестиваля кинодебютов Дух огня. В этом году организаторы выбрали тему созвучную году семьи – семейные ценности. Принять участие может любой желающий, как индивидуально, так и в команде. Отмечу, что там есть и детская номинация. Для участия необходимо заполнить заявку в разделе «Конкурс микрофильмов» на сайте фестиваля до 4 марта. Победители объявят на открытии фестиваля Дух огня.